Здравствуйте! Меня зовут Затворник. Хочу вам рассказать немного о прекрасном фестивале Лампушка и моем с ним знакомстве. Попала я туда первый раз в 2008 году. Меня позвал с собой друг, музыкант, затейник Несмеян. Было впоследствии на других фестивалях в Питере или на области. Я, в общем-то, сделала вывод, что Лампушка самый прекрасный, самый теплый, самый ламповый фестиваль. Почему? Сейчас переду аргументы. Придумал и организовал его Михаил Новицкий. Михаил Новицкий – лидер группы СП «Бабай», питерский музыкант и настоящий общественный деятель. Почему настоящий? Потому что он со своей командой «Зеленая волна», командой волонтеров, делал настоящее дело для города или на области, вернее, ее прекрасных лесов и озер. Так, например, он спас несколько скверов Петербурга от точечной застройки, привлекая к посадке деревьев известных людей. Во-вторых, он опять же со своей командой волонтеров и добровольцев «Зеленая волна» долгое время ездили по лесам Ленобласти, чистили их от мусора, оставляемого гражданами, отдыхающими, любителями шашлычка и тунц-тунц-тунц, которые почему-то считают нужным оставить весь перевезенный мусор там, где сидели. Природа была очень благодарна, она умеет быть благодарной, в отличие от людей. Например, то же самое озеро Лампушка стало совершенно петлевым. Не знаю, какое оно сейчас, но, например, на первом своем фестивале в 2008 году я оценила, что вода из него на вкус буквально как родниковая. Ну, кипяченая, разумеется, это же озеро. Но стоило сходить на соседние озера буквально километров за пять и почувствовать разницу. Разницу в цвете, разницу в замусоренности берегов и в общей обстановке. Так вот, в 2001 году Михаил Новицкий придумал и стал делать фестиваль Лампушка. Фестиваль был посвящен памяти Высоцкого и памятной дате с его концерта в 70-х годах примерно на этом озере. Озеро было найдено по фотографиям, картам, воспоминаниям. В общем, фестиваль имени Высоцкого стартовал в 2001 году. Я попала на него только в 2008. Тогда меня восхитило в этом фестивале абсолютно все, потому что это был, в принципе, первый мой фестиваль. Но побывав, опять же, на других фестивалях Ленобласти, я поняла, первое, что Лампушка продумана Новицким и его командой до мелочей, то есть с организацией всех конкурсов, иступлений, концертов, ни единой проблемы ни разу не возникло за все годы моего посещения. Второе, что территория самого фестиваля и озера вычищалась после мероприятия участниками самого фестиваля, ну и, естественно, волонтерами, до последнего окурка и до последнего стеклышка. Более того, озера и его окрестности оставались после фестиваля, чище, чем до него. В-третьих, фестиваль очень выгодно отличался от остальных, не менее красочных, шумных и многолюдных фестивалей, тем, что менее всего являлся алкомарафоном. И в-четвертых, традиционно, из года в год, ровно в полночь, обычно при полной луне, Михаил Новицкий и его группа из Побобай давали восхитительный спектакль, концерт-спектакль по песням Высоцкого. Услышав и увидев его первый раз, я была в восхищении, в некотором шоке, и до сих пор считаю Новицкого лучшим исполнителем песен Высоцкого. Слышала их после этого немало. Для меня он остается лучшим. Спектакль с годами менялся, приходили и уходили участники, но оставалась неизменным вот эта театрализованная поддача. Вот. Так и шел фестиваль «Лампушка», остававшийся неизменным. Я была его постоянным посетителем и участником до того года, как пришли какие-то люди с коммерческой жилкой. Что они сделали? Они то ли арендовали, то ли выкупили территорию вокруг озера «Лампушка». Заметьте, не соседнее озеро, не менее прекрасное, но замусоренное, конечно, под завязку и берега. И сама вода. Вот. Они взяли и огородили прекрасное, почищенное, с ковром черники по берегам озера «Лампушка». И построили там базу, турбазу «Шишкин на лампушке». Окей. Далее, с трудом помню, далее Новицкому разрешили милостиво установить там камень памятный в честь этого концерта Владимира Семеновича Высоцкого. Вот. Ну, на этом дело закончилось. Помню, что «Лампушка» прошла после этого на Голубых озерах. Вот. Потом, потом далее, по-моему, в следующем году еще раз отгреметь на прежнем месте. И все, был перерыв. Новицкий, Новицкий заморозил фестиваль. Остались только зимние лампушки, которые проходили в клубе «Африка» на печатников. Вот. Но это были именно зимние лампушки. То есть собирались все лампушковцы, кто влез. Вот. Но потом грянула пандемия. И все-таки после этого лампушка имела возрождение. И в прошлом году, при небольшом скоплении народа, прошел фестиваль после долгого перерыва. Я даже умудрилась там стать лауреатом. Вот. Фестиваль продолжался бы на соседнем озере. Тоже, кстати, уже достаточно хорошо почищенном руками волонтеров. Но, опять, интересные граждане с коммерческой жилкой решили забабахать свой фестиваль. Да-да, на той самой турбазе шишки на лампушке. Взяв за основу и раскрученное название, и идею, и, в общем, весь бренд. А также позвали неких заслуженных, утопающих в лауреатстве бардов. И сама история, в общем-то, довольно банальная. Потому что у меня наберется еще несколько таких примеров, где какое-то дело, сделанное с любовью и добровольными руками, неожиданно отпирается на самом интересном моменте. То есть, когда становится чуточку известнее за рамками своего круга. История до боли банальная. Именно поэтому у нас не существует никаких клубов, концертных площадок, которые бы держались десятилетиями, и про которые можно было с гордостью сказать. Вот, вот, наше место. Вот, наш замечательный клуб. Он работает уже 25, ну, хотя бы 20 лет. И в нем становится все лучше и лучше, и фестиваль становится все краше и краше. Нет. Потому что у нас, потому что у нас очень любят нападать на все готовое. Ну и вдогонку все-таки повторюсь. Истинная лампушка. Фестиваль памяти Владимира Семеновича Высоцкого сделана от и до руками Михаила Новицкого и его друзей. Других лампушек. Других лампушек быть просто не может. Почему? Да потому что просто никто не сделает ее так же хорошо. Какая бы коммерческая она ни была, какие бы турбазы под нее не сдавались, лампушка одна. Какие бы заслуженные барды на нее не приезжали, лампушка одна. Другой такой лампушки не будет. А то, что будет, думайте сами, решайте сами. С любовью, Затворник. Субтитры сделал DimaTorzok